События начинают разворачиваться в русском предбаннике. Двое мужчин и двое женщин снимают с себя верхнюю одежду. Они выглядят как солисты ансамбля «Золотое кольцо». Такой вот бэкстейдж получается. Они расдеваются, остаются в нижнем белье. После план переходит на двух мужчин, которые уже просто на бедра надели себе полотенце. Женщина заскакивает в парилку. Мужчины обсуждают то, что они хотели бы обменяться партнершами и пьют квас. И молчат. Один из мужчин, кудрявый с порослью на груди, предлагает, собственно, поменяться партнершами. Но они понимают, что девушки не согласятся. Дальше дело переходит в парилку, где две девушки, одна другую шлепает веником. Наверное, листья дубовые. У них длинные волосы и юные тела. Видно пар. Одна вздыхает и говорит о том, что представляет совокупление с партнером своей, собственно, соседки. Другая говорит, что испытывает то же самое. И... Ну, они думают, что тоже их вот мужчины этого не оценят, такого решительного шага. Очень жаль. И та, которая говорит, что ей жаль, закусывает палец и стучит по лавке. Девушки решат отправиться за вениками, которые лежат на чердаке. Наверное, стоит отметить то, что персонажи разговаривают на таком искусственных просторечиях, на этом построенных диалоге. Одна из девушек раздевается, надевает тулуп и уходит с Васькой. Я, честно говоря, не понимаю, кто здесь чей, поэтому вполне возможно, что она с мужчиной своей подруги. Ну, сложно сказать. Вот тулуп у нее на голое тело, наверное, для... Ну, это важно. У нее еще лицо такое очень русское, такое славянское. Она ложится на солому, спрашивает о том, занимались ли сексом, ну, Вася, вот этот вот ее спутник, и Катька, вот, наверное, подруга. Так, вот, Васька раздевается и встает сзади вот этой девушки с русским лицом. Ну, и, собственно, у них случается секс. Он сначала сзади, теперь он сверху. Теперь он делает кунилингус. Очень активно. Ну, он толстый. У него щетина. А у нее большая грудь. Ну, я говорю, у нее очень-очень такое, знаете, архетипичное лицо. Вот, теперь она делает минет. Господи. Так, ну, теперь он снова сзади. Ну. Они еще громкие звуки сдают, это все происходит на сене. Крупный план. Теперь она сверху. Откидывает голову. Опять крупный план. Вы знаете, играет вообще замечательная русская музыка такая. Она, ну, прям доставляет больше удовольствия, чем это зрелище. Такая прям веселенькая. Вот показывает портрет Катики. Или, ну, в общем, вот этой девушки. Но я думаю, что ей подошло бы имя Кати. Вот, снова мы видим портрет мужчины. А, это тут показывает, как у него сено застряло в попе. А потом показывает то, что он кончает ей на лицо. Прям вот на лицо. У нее глаза закрыты. Так, теперь действие переносится в следующую сюжетную линию. Там, где вторая девушка, с которой, вот, первая парилась в бане, она предлагает... Она предлагает поддать жару себе. Вот, собственно... Так, мужчина теперь бьет веником вот эту девушку. У него произошла эрекция. Она трогает его за член. Делает это достаточно активно. А он делает, как жеребец, ну, копытом. Вот немножечко так... Вот когда почву взбивает. Так, теперь у них начинается секс. Ну, у них, знаете, такое интимная стрижка в стиле 60-х, эпохи хиппи. Но мы-то понимаем, что речь идет о вот этих вот русских штуках, таких традиционных. В общем, все соблюдено на 100%. Опять кунилингус. Показано лицо мужчины. У него достаточно густые брови. В общем, все максимально натуралистично. Это, наверное, автор пытался приблизить вот этот сюжет к русской жизни. К таким вот тайным желаниям человека, который оказывается в бане компании. Да, скорее всего. Женщина сверху. Крупный план гениталий. Так. В общем-то, она трогает себя, кроме того, что, ну, собственно, сидит на мужчине. Снова крупные планы. Вы знаете, мне кажется, что лучше было бы почаще показывать их лица, эти эмоции. Все-таки это русское порно. Нам важна душа. Да. Продолжает играть. Это просто восхитительная музыка. Я думаю, что, ну, вот, если бы русской порнографии вручали какие-то премии, то саундтрек, конечно, был бы этот, да, лучший. Так, так, так. Баян. Солирует баян, безусловно. Так, начинается минет. Эта женщина, у нее очень красивые голубые глаза, большие. И так. И длинные волосы, которые вот сейчас, кстати, прикрывают, собственно, весь процесс. Во времени этот мужчина кончает. В рот не попадает. Все стекает по лицу. Тут заходит вторая пара, которая была на чердаке. И женщина с голубыми красивыми глазами говорит, что только за смертью посылать вторую пару. Снова диалог мужчин, которые пьют квас. Они делятся впечатлениями. Женщины также делятся впечатлениями. Делятся своими впечатлениями. Ну, собственно, всем очень понравилось взаимно. Да. Не мужик, а камни-дробилка, заключает женщина с красивыми голубыми глазами. Вот девушка с русским лицом сообщает, что у нее ощущение, как будто ее молотком отбойным отработали. Но странно, на самом деле, что слово ощущение мелькает. А, слушайте, тут вообще интересная история начинается. Девушки начинают заниматься кунилингусом друг с другом. Вот такая история интересная. То есть это очень такая интересная многоходовочка. Режиссерская работа, конечно, очевидно, прекрасна. Ну, все, продолжается, продолжается. И теперь к ним присоединяются их мужчины. И тут начинается, в общем, сложно понятное сплетение тел. Мне кажется, что здесь нет столько гомосексуального контакта, в смысле, между мужчинами. А так в остальном все в наличии, все хорошо. Ну, и все продолжается. Все это смешивается со вздохами, и планы в основном общие. Ну, а сейчас начался крупный план, там, где на девушку с русским лицом капают капельки спермы. Я не пойму, кто это ее молодой человек или молодой человек ее подруги. Это загадкой останется, наверное. Ну, вот и все. Конец. Фин.